я православный христианин хотел поговорить о боге о спасении души и кто желает о боге о спасении души какие то вопросы есть у соломона так написано начало мудрости страх господний то есть не бояться бога вот и все страха божий нет если ты будешь бога бояться господь призывал к бедности иди продай свое имение они призывал тому чтобы ты там покупал себе дворцы какие-то яхты а ходил из города в город даже осла не было для того чтобы проповедовать то есть все в нашей свободе это не зависит от того патриарх или кто-то там я не простой христианин ты за все будешь перед богом отвечать если ты не жил согласно евангелия значит тебе ждет только от и вечное мучение с него больше большая ответственность патриарх будет очень большая в библии так написано вино глумливо а секиры буйно и всякие увлекающие ими неразумен секиры это водка и всякие увлекающие ими неразумен то есть люди когда напиваются до потери как лица сознания вот вино немножко употребление очень полезно особенно когда желудок у человека больной но не с целью того чтобы тебя задуманить мозги твои а так это уже за грех переходит то есть грань то перешел да в лечебных целях пожалуйста и спирт можно употреблять в лечебных целях там бывает наружная натирает человека вот что он там обморозился еще для каких-то бывает какие-то настойки делают причем но ведь я сам лично я сам лично с 26 лет как пришел к вере в бога я перестал пить вообще помолюсь чтобы господь не избавил от этой заразы и все и сейчас мне 41 год я уже 15 лет как не беру вообще я хочу что призвать чтобы вы взяли в руки святую библию стали читать и жить согласно как господь заповедовал потому что жизнь наша короткая мы все когда-то умрем а там будет суд божий и где мы будем вечности это уже от нашей свободной воли зависит какого который выпустили из тюмы за место который предлагал помните пилат отпустить да он был разбойник да он был разбойник дело в том что это да 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 А Иисуса предали на распятие, потому что народ кричал «распни его, распни». Вы меня простите, я вам немножко прочитаю одно стихотворение небольшое. Послушайте. Нет, я говорю вам стихотворение почитаю одно. Библию я вам предлагаю читать. Слышали про такого поэта Никитин Иван Савич? Никитин, писатель такой поэта. Вот он такое замечательное стихотворение написал, называется «Новый завет». Измученный жизнью суровой не раз на себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, то скоро смиряют они. Здесь все в черно-жатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель и конец, и вечного сына рождения, и крест и тернового венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вот это стихотворение, почему я его заучил для себя, потому что оно мне очень близкое. Я 26 лет прожил без Бога во грехе. И когда я обратился, Господь меня посетил любовью своей, то есть дал мне веру по слову своему. И тогда все вопросы сами собой отпадут. То есть для чего я живу, какой смысл, чем закончится моя жизнь, если я, конечно, с Богом буду. А если буду без Бога, то только ад ждет. Вместе с сатаной, дьяволом его, с ангелом его. Спасибо. Мы рады, рады за тебя. Мы 26 лет во грехе. А сколько не во грехе? Ну, сейчас мне 41 год уже. 15 лет уже. Ну все, оставайтесь с Богом. Господи, помоги им, чтобы они так же стремились к Тебе, чтобы вникали в Слово Твое, полюбили Тебя, Господи, от чистого сердца. Помоги этим людям, Боже, в них спастись. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Миром. Я православный христианин, ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете побеседовать? Да. Вы сами верующий человек? Конечно. Вы сами верующий человек? Да. А вы почему не в церкви? Сегодня воскресенье. Ну, богослужение-то с утра проходит. А время по-нашему уже без двадцати двенадцать. Это у меня Алтайский край живет, город Барнаул. А, простите. Я только еду. Ага, а у нас через час будут занятия по Слову Божьему. Через час у нас будут занятия по Слову Божьему. Я понял, понял. Вот я сейчас помолился и решил, что мне делал. Как? Как? Верующих, говорю, много здесь? Ну, вот сейчас с одним беседовал, непонятно. Вроде Библию что-то читали. А верующих или нет, не знаю. Понятно, понятно. Понятно. А вы в какую церковь едете? Я вообще с Саратова сам. Саратовскую область. А в церковь какую едете? Какую? Да. Обычную арку православную. А в честь кого назван храм? А храм в честь... В честь... В честь... В честь... В честь кого Пресвятой Богородицы? Ну, это распространенная. У нас вот здесь называется... У нас православная община. Это деревня Потеряевка, Алтайский край, Мамутский район. И называется Свято-Анфимовская. То есть был такой Святой Анфим. Анфим Некомендийский. У него была община в то время... Он жил... У него община было где-то 32 тысячи человек. И все... В то время были гонители... Гонения очень большие. Все взошли на небо. Их сожгли в храме. Всех. С первой одиннадцати сожгли, а потом двадцать одну тысячу еще. То есть... Насколько у людей тогда вера была очень крепкая. Ну, во время гонения... Это все святы говорят. Во время гонения... Че это... Человек более укрепляет... И больше надеется на Бога. То есть его вот эта вот мирская жизнь не расхолаживает. Как в наше время вот сейчас свободное. Как говорится... Верующие... Бывает, что по наружности, а внутри-то совершенно другие, мирские, обычные люди живут. Это ежедневный труд нужен над собой. Потому что... Самое трудное, это бороться с самим собой. А то я уж на собственном опыте убедился. Мои глаза. По утрам в храм, по вечерам в пьянь. Ну да, в том-то и дело. А я, слава Богу, я в двадцать шесть лет обратился к Богу. Пришел к познанию о Боге. Когда в руки взял Библию читать начал. Сейчас мне вот сорок один год. И я сразу помолился, что Господь меня избавил от спиртного. Я вот по сей день ни разу грамма не взял себе в рот. То есть, Господь по молитве просто это... Убрал желание и вообще, как говорится, вот этот грех что-то не тянул. Слава Богу. Да. Слава Богу. Да. Там у нас много роликов стоит, потому что мы основную свою часть жизни всегда снимаем. Это занятия, как в храме, молитва, потом кто как живет, каким хозяйством. То есть, у нас здесь православная деревня на Алтае, где живут одни верующие. То есть, там, например, может поселиться тот, кто не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. То есть, если он это докажет, то может здесь поселяться. Ну, конечно, в деревне предпочитают с этими, с ребятишками. То есть, молодоженом. Одиночке тут сложно жить. Плохо слышно мне вас. Ну, вас, расслышно. Вы расслышали, о чем я говорю? Володя меня зовут. Володя? Да, меня Мишей звать, Михаил. Ага. Никто как бы. Ты там была лета до меня. Меня там был познакомец. Все. Можете найти... Можете найти меня в Одноклассниках или ВКонтакте. Пообщаемся больше тогда. Да, хорошо. Владимир Пащенко. Как он там написан? Владимир Пащенко. Фамилия у меня. Пащенко. Как? Пащенко. Пащенко? Да. Пащенко. Ага. Там, вы видите, у меня аватарка, я с Библией в руках стою. Все, все. Ну, все. Хорошо, хорошо. С Богом, Михаил. Вы за меня тоже помолитесь? Он приехал. Уже приехал я, Владимир. Ага. Ну, слава Богу. Поехал. Сейчас я... Сейчас машину поставлю. А у вас эта камера только в машине или можно ее это вытащить? Не-не, у меня телефон. А, телефон. Просто я хотел бы храм посмотреть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрите. Сейчас посмотрите. Ой. Опа. А вы в эти чат-рулетки с какой целью заходите? Пообщаться. Пообщаться? Я точно так же, что для свидетельства в основном тоже. Сейчас покажу нашу церковь. Ага. Я там... Я сижу в частном доме. Я сейчас не могу храм показать. Через ноутбук с вами общаюсь. Вот она. Храм начал. Ага. Вижу. Это сколько у вас сейчас времени-то? Я не буду общаться. Ну, все тогда, ладно. Что-что? Сколько у вас сейчас времени-то? Внутри я не буду опять. Ну, понятное дело, что нельзя. Время? Да. Время у нас половина девятого. Ну, без двадцати. А, значит, девять служба, да? Да, да. Вторая. Вторая. Ну, ладно, Михаил, с Богом. Все. Спасибо, Христош. Господи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благослови этого Михаила, Господи. Да спасется его душа и услышал молитву, вызывающую Тебе. Да будет на всё Твоя святая воля. Слава Тебе за всю честь и пополнение. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.